Здравствуйте! В эфире православная энциклопедия. Мы продолжаем серию бесед «Москва в творчестве русских писателей». Сегодня будем говорить о Владимире Гелировском. Наш гость – москвовед Олег Васильев. Но сначала сюжет. Юношей Владимир Гелировский сбежал из дома. Из Вологды отправился в Ярославль, оттуда в Кострому, где нанялся бурлаком. После этого он был грузчиком, заводским рабочим, объездчиком степных лошадей, добровольцем на русско-турецкой войне, пожарным, получил даже медаль «За отвагу на пожарах», жонглировал гирями в цирке, выступал на театральной сцене. В Москву он приехал незадолго до своего 30-летия. Бродяжническую жизнь моей юности я сменил на обязанности летучего корреспондента и вездесущего столичного репортера. С утра, например, он на пожаре, как он. Днем он едет на Сухаревку, свою любимую, или Хитровку. Вечером у него прием у генерала-губернатора Долгорукова. Память прекрасная. Да еще умеет описать. Как говорил Чехов, что он сравнивал его с курьерским поездом. Действительно, он везде первый. Он везде первый. И Антон Павлович, кстати, тоже занимался описанием московской жизни. Каждый день практически искал эти новости московские, чтобы сообщать о них в газете. Но когда не о чем стало писать. И Антон Павлович сетует. Разве что пойти к царьку московских репортеров Геллеровскому. Никто, кроме Геллеровского, по мнению Чехова, не обладал всей полнотой знаний о том, что сейчас происходит в Москве. Он создал, понимаете ли, панораму жизни Москвы практически за полстолетия. Вот это последние десятилетия 19 века, там, начало 20 века. Из Лефортова в Хамовнике, Хитровка, Тайна Неглинки, Булочники и парикмахеры, Бани, Трактиры, Подкаланчой. Это лишь семь из 42 глав самой знаменитой книги Владимира Алексеевича Геллеровского «Москва и москвичи». А свою популярность он объяснял так. «Я просто беру людей, события, картины, как их помню, и подаю их в полной неприкосновенности, без всяких соусов и гарниров». Здравствуйте, Олег Борисович. Здравствуйте. Владимир Алексеевич Геллеровский, дядь Геляй, знаменитый король московских репортеров, знаток, непревзойденный знаток старой Москвы, автор книг о Москве, «Москва и москвичи», «Мои скитания», «Трущобные люди». Вот какая она, эта Москва Геллеровского? Ну, вы знаете, в первую очередь маленькая. Наверное, нам сейчас это будет очень непривычно, но когда Геллеровский впервые приезжает в Москву, ее население полмиллиона человек. Для XIX века много, но все равно для нас мало. И есть чудесная панорама, снятая когда-то с Храма Христа Спасителя, из найденовских альбомов, там видно, что за Садовым кольцом Москва постепенно сходит на нет и прерывается, еще не доходя до камер Калежского вала, который примерно совпадает с современным Третьим кольцом транспорта. Ну да, до сих пор стоит этот столб на Рогожской слободе, там написано «До Москвы две версты», собственно говоря, прямо совсем рядом с Садовым кольцом. Ну, собственно, столб этот немножко сдвинут, он не совсем на том месте, но, да, Рогожская застава, выезд из города и, собственно, крайняя точка. Ну, а что еще о Москве? Что еще? О Гелировского, можно сказать, особенного. Ну, во-первых, это не столица. Это не столица, это город патриархальный, это город не такой официозный, как Санкт-Петербург, это город душевный. При этом город начинает именно во время, когда Гелировский появляется в Москве, а это конец 70-х, начало 80-х годов XIX века, город начинает преображаться, в него начинают приезжать люди, в основном крестьяне, на работы, на фабрики, и город становится более шумным, более промышленным, постепенно меняясь уже к XX веку. Ну и, конечно, он прекрасно знал Москву. Была чудесная история, рассказанная Буниным, как, будучи в клубе, он видел одного из своих друзей перед картой, который долго усиленно искал какую-то отдаленную улицу на карте, не мог найти, и Бунин же ему говорит, иди в столовую, там Геляй сидит, что ты глаза ломаешь, он тебе сейчас все сразу подскажет. А московские извозчики, к которым он садился, всегда спрашивали Владимира Алексеевича, а по каким улицам проще доехать. Самое важное, он научил любить Москву. Гелеровского знают все и любит Москву, благодаря тому, что он написал. Гелеровский умер в 1935 году. Он пережил трех императоров, Первую мировую, три революции, гражданскую войну, военный коммунизм, НЭП, начало сталинских пятилеток. Но ни в коем случае нельзя воспринимать Москву и москвичей Гелеровского по кускам. Вот это ошибка, когда берут отдельный кусок, ту же хитровку, и говорят, вы посмотрите, вы посмотрите, сколько он нагнал страху. Это что же мы так жили? Не только так жили, жили и по-другому. Москва Гелеровского, она разная. Пойдите на хитровку, и вы увидите там московское дно. Но есть и другая Москва. Есть Москва Третьякова, есть Москва Елисеева, есть Москва извозчиков. Здесь нищие, здесь несчастные дети. А здесь мы видим расцвет московской культуры, московских театров, московского меценатства в конце 19-го, начало 20-го века. Книга настолько хороша, что каждый может в ней найти то, что хочет. Вот я писал книгу об охотном ряду. Ну где я смогу узнать о правилах торговцев этих? Ну конечно у Гелеровского. Какой был у них принцип? Ну у многих торговцев в охотном ряду это был главный рынок Москвы. Не обманешь, не продашь, понимаете? А трактиры охотного ряда. То есть да, хитровка, но как Москва и кормила? Какая она была хлебосольная? Какие были половые, то есть официанты? Это только можно поверхностным взглядом посмотреть и сделать вывод. Москва была там или бедной, или богатой. Все не так. Москва была разная. Книга его, самой знаменитой, конечно, «Москва и москвичи», она стала настольной книгой для всех москвоведов. И истории, которые там описываются, выглядят настолько сочно и ярко, что хочется им верить до конца. А вот насколько много там баек? Даже все фильмы про старую Москву того периода все обязательно указывают, какое злачное место было хитровкой, как там было страшно. Надо понимать, что он не писатель, он журналист. Что делает журналист? Журналист берет красивую историю и делает из нее какую-то еще более красивую историю, чтобы привлечь внимание остальных. Другое дело, что многие истории такие бы и не всплыли, если бы их не зацепил Гелировский. Многим из них подтверждение находится только уже по косвенным фактам, что да, возможно, такое было, но это уже скрывали, потому что некрасивая история была. Есть прекрасный человек Николай Авакомов, который заботится о хитровке, ее окрестностях, там живет, прекрасный архитектор, историк. И он очень расстраивается, что эти 50 лет бандитской хитровки, даже меньше, настолько навредили ее имиджу, что теперь невозможно рассказать, что это самое прекрасное место с такой богатой дворянской историей, что это совсем другое. Это одно из самых прекрасных сохранившихся мест старой Москвы. Ивановская горка, собственно говоря, Кулишки, все это удивительное. Да, все это. Иван Третий жил там где-то. Старые сады Ивана Грозова. Да, все это рядышком. И главное, что это яркий рассказ, и понятно, что мы его еще сами раздуваем. Хотя известно, что Скрябин родился в Бунинском дворике недалеко. Он родился в вполне приличной семье юриста, который снимал квартиру в нормальном месте. А это соседний двор, вы выходите на Хитровской площади. Была такая история, когда у Телешова, у одного из гостей, похитили шубу. И Гелеровский тут же сказал, знаю кто, пойдем разбираться на Хитровском. Ну да, Телешовский дом совсем рядом, только поднялся по блоке. И это же очень маленькое место, но оно прогремело благодаря Гелеровскому. Он в любое время, дня и ночи, гулять по самым страшным районам Хитровского рынка или Сухаревского рынка, при этом знал, что никто его не обидит, он ничем не рискует. Вот что это, почему это так с ним происходило? Ну, все-таки в первую очередь надо отметить, что он был просто силен и был уверенный в себе человек, который прошел многое и многое знал. То есть он вообще любил рисковать? Да, он был рисковый человек. Он никогда, никогда не боялся. При этом с Гелеровским же самим что-то постоянно происходило. Знаете, был фильм про Шерлока Холмса, и там, по-моему, в перстерой ленте он разгибает кочергу, который загнул вот этот вот плохой пришедший. А я так понимаю, что это такая аллюзия на рассказ о том, как Гелеровский как-то, похваляясь перед отцом силой, загнул кочергу. На что отец сказал, что зачем ты хорошие вещи портишь? И разогнул. В 1902 году Станиславский собирался ставить пьесу Горького на дне. А прототипы ее жили на хитровке, которую Гелеровский описывал так. Площадь в центре столицы, близ реки Яузы, окруженная оплупленными каменными домами, лежит в низине, в которую спускаются, как ручьи в болото, несколько переулков. Поглядишь сверху, с высоты переулка, жуть берет. Спускаешься по переулку в шевелящуюся гнилую яму. Хитровка – это ночлежки, трактиры, плитоны, воры, грабители, карточные шулера. В одном из домов, который старожилы этих мест называли каторга, проживали и разорившиеся дворяне, зарабатывавшие на жизнь перепиской пьес. К ним и предложил Гелеровский отвезти знаменитого режиссера с коллегами для лучшего вживания в образы. А о доме Бунина, примыкавшем к каторге, Гелеровский писал. Здесь жило много постоянных хитрованцев, существовавших подденной работой вроде колки дров и очистки снега, а женщины ходили на мытье полов, уборку, стирку, как подденщицы. Здесь жили профессиональные нищие и разные мастеровые, а трущобившиеся окончательно. Больше портные им приносили ворованные дорогие шубы, лиси, ротонды и разные платья. Сейчас начинается кройка и шосье, а утром являются барышники и охапками несут на базар меховые шапки, жилеты, картузы, штаны. Полиция ищет шубы и ротонды, а их уже нет. Вместо них шапки и картузы. Он не мог заниматься только тем, чтобы создавать такой прилизанный образ Москвы, понимаете? Он писал обо всем. У него же были агенты среди трущобных людей, он же говорил полицейским, что у меня столько агентов, сколько у вас нет. Они мне раньше сообщают о каких-то преступлениях, о неблаговидных делах, происшествиях, чем вам в полицию. Именно хитрованцы помогли Гелировскому найти и вернуть владельцу украденную в доме Телешова шубу. Интересно, что его герои, герой Гелировского, это в основном жители трущоб, отверженные, бандиты, отбросы общества. И при этом видно, что у него с этими людьми какие-то особенные отношения. Во-первых, он к ним относится без презрения. Потом видно, что эти люди относятся к нему с уважением. Одно из первых его крупных произведений, это написано как журналистское расследование, когда он внедряется на этот завод свинцово-белильный и пишет о том, что там происходит и как ужасно живут люди. Но главное, наверное, то, что он был таким же человеком, как и все эти люди. Он пережил очень много. Я думаю, что он просто понимал, насколько тяжело этим людям и был поэтому к ним добр. Это очень важно. И люди это чувствовали. Действительно, он известен как благотворитель, как человек, который не проходил мимо человеческой беды. И действительно, очень многие из людей, которые не знали, где найти прибежище и помощь, обращались к нему. Паустовский в свое время сказал о нем как о докторе Газе, что у него тот же самый принцип жизни – спешите делать добро. Есть прекрасная книга Лобанова, это его зять, рассказывающая, как к нему в дом приходят какие-то абсолютнейшие оборванцы. И может быть, они ему и как журналисту были не очень интересны, но их обязательно принимали, их одевали, им помогали, их выслушивали. И все знали, что в Москве с чем-то нужно идти к дяде Геляеву на столешнике. Ну, известно, например, что он мог дать деньги в долг какому-то человеку, понимая, что он никогда не вернет. Да, многие вспоминали, что он выпрыгивал из пролетки или из трамвая, просто видя, что идет бедный студент, который он знает и который явно нуждается, чтобы просто одолжить ему денег. Была чудесная история, как он спасал корову мамы своей домработницы. Он сам, понимая, что корову могут отнять, и он не успеет это решить в письменном виде, он сам поехал в деревню просто договориться с властями, чтобы ее не обижали, корову оставили, чтобы было хорошо. И таких историй очень много. Это только то, что мы знаем, только то, что вдруг случайно всплывло в разговоре с его друзьями, а это и Бунин, и Чехов, и Шаляпин. И все вспоминали о нем как о невероятно добром человеке, который готов вмешаться в совершенно любую беду и помочь. Он еще обладал совершенно удивительной работоспособностью и работал дни и ночи. Но известно, что, например, в пасхальные дни он не работал никогда, для него эти дни были святыми. Как Вы считаете, это было только дань традиции, или это все-таки какое-то внутреннее состояние его веры, потому что его благотворительность, все-таки очевидно, что это был такой христианский образ взгляда на человека, и в том числе взгляд его на обездоленных, на отверженных, это тоже был такой взгляд евангельский. Возможно. Вы знаете, в воспоминаниях самого Геллеровского эта тема не так часто затрагивается, и я не могу ответить Вам как историк и сказать, что да, Вы правы, и это абсолютно так. Но все-таки мы людей, наверное, больше судим по делам. И если исходить из того, что он сделал, исходить из того, что мы знаем, опять же, о том, о чем мы говорили, про историю его друзей, я думаю, что да, он был глубоко верующим человеком, тем более он вырос в Вологодской области, потом в Вологде. Это была патриархальная семья, там, отец из Белозерских, мама из наследников запорожских казаков, переселившихся в определенное время на Кубань. Я уверен, что, конечно, это была большая часть его жизни. В этом доме, Мясницкая, 21, в 80-е годы XIX века располагалось училище живописи воянеизотчества. О нем Гелеровских упоминает в главе начинающие художники. И студенты, и ученики резко делились на богачей и на многочисленную голь-перекатную. У бедноты не было знакомств, им некуда было пойти, да и не в чем. Гьютились по углам, по комнаткам. Настоящих любителей, которые приняли бы участие в судьбе молодых художников, было в старой Москве мало. Гелеровский покупал у начинающих художников заведомо слабые тюды. Он был, конечно, христианин, вот что я скажу. И именно его вера его и заставила, я думаю, заниматься хитровкой и вот этими жуткими историями о том, как детей фактически отдавали в рабство. Безусловно, его звали и на банкеты, и на приемы, и в посольство, и в купеческий клуб, например, да, и в благородные собрания. Но он прекрасно понимал, что он гораздо нужнее на той же хитровке, где эти несчастные дети. Но кто им еще поможет, понимаете, в чем дело? И он ходил по чиновническим кабинетам, да, и добивался. Ну, сколько же можно? В конце концов, это дно московское, когда-то оно должно быть уничтожено, изжито. В Москве и в москвичах мы прочитаем и о страшной долговой яме, находившейся рядом с Кремлем, и о Клаакине, глинке, во время дождя заливавшей город сточными водами, и о труде пожарных, у которых было, как пишет Гелеровский, еще одно занятие. Впрочем, не у всех, а только у Сущевской части. Они жгли запрещенные цензурой книги. На большом дворе около садика стояло несколько человек, пожарных и мальчишек. Снег был покрыт сажей и клочками сгоревшей бумаги. Я увидал высокую решетчатую печь, в которой догорал огонь. Так вспоминал Гелеровский, как сжигали у него на глазах весь тираж его книги «Трущобные люди». Самую свой знаменитую книгу «Москва и москвичи» Гелеровский пишет уже на склоне своих лет и пытается как-то соединять старую жизнь и жизнь уже новую, потому что он пишет уже после революции, при советской власти. «На старости я сызного живу двумя жизнями», пишет он, «старый и новый». Какие плюсы и минусы давала ему та и другая жизнь? Что видел он хорошего? Может быть, так сказать? Может быть, так, что он видел хорошего в новой жизни и о чем он жалел в старой жизни. Вы знаете, наверное, самое сложное в истории – попытаться разглядеть человека именно в этот промежуток времени, не зная, что будет дальше. Когда вы изучаете еще эту биографию, очень сложно отказаться от того, что вы знаете, что произойдет через три года. Поэтому, да, нам иногда сложно воспринять какие-то его положительные оценки того, что происходило, но я уверен, что он, правда, поддерживал то, что происходило, новый строй. Когда «Москвичи» первое издание было написано, в 1926 год, в общем-то, это была действительно победа революции, он считал себя ее частью. Не просто так происходило все-таки и февральское восстание, не просто так происходило революция 1905 года, тому были причины и большие социальные причины, поэтому я думаю, что он считал, что сейчас все это утрясется, станет праведным, мимым. Как многие русские интеллигенты, многие русские писатели ожидали от нового строя рая на земле или, может быть, царство справедливости социальной, тех вот вещей, которые так ранили честного русского интеллигента до революции, и бедности, и неравноправия, и все то, уйдут, и наступит новая жизнь. Светлое будущее. Да, именно так. Я думаю, что он его ждал, он на него надеялся, соглашался с какими-то сложностями пути. После Октябрьской революции Геверовский печатается в «Известиях», «Вечерней Москве», «Огоньке» и других советских газетах и журналах. Выходят из печати его произведения, запрещенные ранее и новые. В 1934 году в предисловии к очередному изданию книги «Москва и москвичи» он пишет. «На пестром фоне, хорошо знакомого мне прошлого, где уже умирающего, где окончательно исчезнувшего, я вижу растущую не по дням, а по часам новую Москву. Она ширится, стремится вверх и вниз, в подземные глубины метро, освещенные электричеством, сверкающие мрамором чудесных залов». Геверовский искренне приветствовал, безусловно, превращение Москвы старой, патриархальной, в Москву советскую. Действительно, всех детей отмыли, накормили, обули и одели, отправили учиться. Ну, чему уж тут не радоваться. Другой вопрос, что Геверовский, конечно, был очень расстроен сносами храмов в Москве. В разговоре в частном сетует, что как резво взялись большевики за старую Москву. Но, говорит, меня, конечно, поражает, и мне жалко вот то, что происходит с храмами, с православной Москвой. «Минувшее проходит предо мной. Уже теперь во многом оно непонятно для молодежи, а скоро исчезнет совсем. И чтобы знали жители новой столицы, каких трудов стоило их отцам выстроить новую жизнь на месте старой, они должны узнать, какова была старая Москва, как и какие люди бытовали в ней». Так заканчивал предисловие к своей самой знаменитой книге Владимир Алексеевич Гелеровский «Дядя Геляй». Вот Гуприн как-то сказал, написал, вернее, Гелеровскому, что я скорее представлю Москву без царь-колокола, без царь-пушки, но не без тебя. И вот я знаю, что вы, изучая книгу Гелеровского «Москва и москвичи» буквально пошагово. Скажите, пожалуйста, что было для вас самым неожиданным или самым ярким, самым важным впечатлением вот этого путешествия с Гелеровским по Москве? Наверное, самым ярким впечатлением было даже не при разборе книги. Первый раз, когда я читал, наверное, еще школьникам, мне, конечно, больше всего запомнилась история с пожарными. Там есть чудный, прекрасный рассказ, когда при Арапове пожарные выступали в театре. И одни играли в массовке негров в хижине Делендома, другие играли чертей. Ну и когда вдруг неожиданно пожар на Никольской, сбор всех частей, и вот они во всем этом обличии по Москве скакали вдоль Тверской, вдоль дома генерала-губернатора, черти и негры тушить пожар. Это было прекрасно, я сразу влюбился в эту историю. «Я москвич, как счастлив тот, кто может произнести это слово, вкладывая в него самого себя», – говорил Гелеровский. А вот что для вас значит быть москвичом? Ну, вы знаете, наверное, для меня это то же самое. Попытка нести какое-то добро. Хочется сохранить, что москвичи хлебосольны, москвичи умны, москвичи всегда рады каждого приезжему и готовы встретить и обогреть. Наверное, мое занятие краеведением в том числе появилось тогда, когда, проживая в Измайлово, я часто наблюдал на партизанской нынешней, людей, которые приехали иностранцы в наш город и пытались метаться между платформами, не понимали, куда им ехать, что происходило. И несколько раз я просто их подбирал и начинал водить по городу. Потому что мне хотелось показать, что тут хорошо, что тут милые люди. Это очень важно, наверное, для любого города, но для этого, для меня быть москвичем. Спасибо вам большое, Олег Борисович, за такую живую и яркую беседу. Наша программа подошла к концу. Мы увидимся с вами через неделю. Всего вам доброго. Храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok